Привычка, которая не позволит войти в рай. В этом мире каждый человек находится в постоянном взаимодействии с окружающими. Мы часто сравниваем себя с другими, наблюдаем за жизнью других людей и спешим делиться друг с другом увиденным и услышанным. Для любого человека окружающие становятся объектом обсуждения и в большинстве случаев – осуждения. Со временем это, казалось бы, безобидное действие превращается в пагубную привычку, которая способна лишить человека рая. Человек, рассказывая обо всем, что увидел и услышал, порой не замечает, как его обычные разговоры переходят в разряд сплетен. Однако такие разговоры с точки зрения ислама квалифицируются как запретные действия и называются «рыбой», «хулой». Сюда, кроме сплетен, входит всякое осуждение человека за глаза и предание огласки сведений из его личной жизни. От Абу Храйры, да будет доволен им Аллах, передается, что однажды посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил «Известно ли вам, что такое хула, рыба?» Сподвижники ответили «Аллах и посланник его знают об этом лучше». Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал «Это говорить о своем брате то, что ему не нравится». Его спросили «Скажи, а если то, о чем я говорю, присуще моему брату?» Пророк, саллиллаху алейхиссалям, ответил «Если ему присуще то, о чем ты говоришь, значит, ты злословишь о нем, а если этого в нем нет, значит, ты возведешь на него навет, бухтан». Хула является вторжением в частную жизнь, нарушением не только личных границ человека, но и границ, установленных Всевышним Господом. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал «Смысл. Не выслеживайте, не следите друг за другом, не выискивайте скрытое у мусульман, не преследуйте их недостатки и не поносите друг друга, не выставляйте друг друга в плохом свете в отсутствии друг друга, говоря то, что другому не понравится. Разве кто-либо из вас пожелает есть мясо своего покойного, брата-мусульманина?» Всевышний уподобил хулу самому отвратительному действию, ниже которого нет померзости. Как это вызывает у вас отвращение, так пусть будет для вас отвратительной и хула, ведь наказание за хулу суровее, чем за поедание мяса своего покойного, брата-мусульманина. Всевышний Аллах в этом аяте уподобил хулу поеданию мяса покойного, брата. Следовательно, если человеку отвратительно есть мясо живого человека, даже не являющегося ему братом, то он обязан еще больше ненавидеть хулу. Обсуждение жизни другого человека с точки зрения нашей религии является мерзким поступком. Представьте себе любой разговор о человеке, который бы ему не понравился, если бы он присутствовал при нем. Это и считается поеданием его мяса. Ислам трепетно оберегает честь и достоинство каждого человека. И любое посягательство на эти ценности рассанивается как преступление против человека. Посланник Аллаха, помимо посягательства на чужую кровь и имущество, запретил посягательство на честь другого мусульманина. От Абу Саида передается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Никто не вправе наносить вред другому человеку. Ведь мусульманин мусульманину брат. Поэтому каждый мусульманин должен оберегать честь и достоинство брата по вере. Ислам призывает нас распространять добро, от чего добивается человек, который распространяет сплетни. От Абу Аддарды, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Лицо того, кто защитит честь своего брата, Аллах защитит от огня в день воскрешения. Мы должны следить за своими деяниями и нести ответ за свои поступки. Обсуждая жизнь, грехи и ошибки других людей, мы грубо нарушаем правила, установленные Всевышним Аллахом, берем на себя прерогативу Создателя и, самое страшное, лишаем себя рая». Со слов Хузаифа, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Сплетник не войдет в рай». Из этого хадиса мы понимаем, что сплетни – это не только некрасивый поступок, но и очень тяжкий грех, из-за которого мы можем лишиться рая. Люди во все времена любили оценивать и критиковать других людей, из-за чего, собственно, этот страшный грех легко прижился в нашем обществе. Если человек считает себя достойным обсуждать жизнь других, осуждать их поступки, значит, он превозносится над ними и не считается со своими недостатками. Какой бы ни была цель того, кто сплетничает, осудить, унизить, опозорить кого-то или просто ради интереса, это мерзкое деяние не несет ничего благого. С каждым обсуждением того, что нас не касается, наше сердце покрывается пятнами, которые делают его беспечным и равнодушным. Даже если мы сами не сплетничаем и не хулим, само присутствие при этом, если мы не пресекаем это деяние, расценивается как распространение сплетен. Мы автоматически становимся участниками этого греха, ведь человек, слушая эти обсуждения, способствует их распространению. К этому можно отнести распространение, порочащее людей информации в социальных сетях и в мессенджерах. Различные чаты в WhatsApp и социальных сетях, где бурно обсуждается жизнь и поступки людей, давно заменили Гадиканы и другие собрания, в присутствии на которых могло подтолкнуть человека хулия и сплетням в былые времена. Священные Коран и Сунна, предостерегая нас, сравнивают хулу с самыми мерзкими поступками, которые отвратительны для нормального человека. Но, несмотря на все сравнения и предостережения, этот грех, подобно чуме, заразил сердца очень многих людей. От Абу Саида аль-Худрида, будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал «Сплетни хуже, чем зина». Его спросили, как сплетни могут быть хуже, чем зина. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ответил «Если человек, совершивший зина, попросит прощения, Аллах простит его, а сплетник не будет прощен, пока его не простит тот, о ком он сплетничал. Тот, о ком мы сплетничаем, ничего ведь не теряет, а мы из-за этого теряем свои благодеяния. Человек может простить, а если тот, кто сплетничал или хулил за его спиной, попросит у него прощения, но если объект хулы и сплетен узнает, что именно о нем говорили, вряд ли он согласится простить его. И это самое страшное в этом грехе. Не успеет человек произнести слово, как ангел записывает его в книгу деяний, и ему придется отвечать за каждое произнесенное слово. Поверьте, нам будет очень тяжело отвечать за неприятные слова, которые были произнесены в адрес других. Когда вам в очередной раз на встрече с друзьями, родственниками, в каком-то чате, в соцсетях или в мессенджере захочется кого-то обсудить, вспомните, что придется отвечать за каждое слово. Никогда не забывайте, что сплетник не войдет в рай. И подумайте, стоит ли оно того.